Здарова, котины! С вами Катархонт, и сегодня мы сыграем с вами за мирную, демократическую Германию. И стартуем мы в 1936 году с небольшим модом, который улучшает демократический путь, добавляет здесь новые фокусы, решения, события и также возможное создание единой Европы, где мы с вами объявим мир навсегда. Вот такой вот мы интересный путь с вами сможем преодолеть, изначально стартуя за Гитлера, разобравшись с ним, а потом построить местную смесь монархии и демократии, которая будет править всей Европой. Давайте заценим, что же этот путь нам даст. Ну а стартуем мы с стандартного фокуса, позиция Гитлеру. По стартовой позиции все схоже с оригиналом, единственное, что у нас тут национальный дух новый добавлен, а так показатели те же самые, ну и немножко изменили коммунистов, поменяли им цвет. Он стал больше такой персиковый. И так как мы сейчас идем с вами в оппозицию Гитлеру, то, понятное дело, надо подготовить войска. Скоро будет гражданка, из которой надо выйти победителями. И вот мы с вами дошли до марта 36-го года. Оппозиция фюреру. Мы с вами получаем гражданку и минус стапку. Ну и, конечно же, немного мировой напряги. Куда уж без этого. Войска, естественно, у нас частично отняли, выставили новые. И теперь мы сможем сами самостоятельно пойти в атаку. Кстати, у нас тут новый лидер. Показатели схожи со стандартными, но тут, знаете, что интересно? Гитлер это нет. Здесь Геринг против нас. Пытается бороться. Притом нам Кёнигсберг серьезно со старта даже отдали. Вау. Интересное дело. Вроде как по стандарту нам его не отдают, а здесь он есть. Давайте потихонечку начинать противостояние. Отсоединим с вами здесь три дивизии, где у нас есть танки и кавалерия. Будем их использовать в своих целях. Ну и смотрите, как идеально. У нас же все пополам разделилось. Половину авиации врагу отдали, поэтому сейчас эти подготовим. И отправим их в Германию поддерживать нашу атаку. Ну а танки надо в единый кулак собрать. Ими сейчас будем пытаться прорываться. Понятное дело, что с потерями. Ну без этого уж никуда. Но мы все же пойдем вперед, надеюсь. Хотя наши танки такие слабенькие. Ну давайте им вынужденную атаку. И они справятся, да? Отлично, мы сейчас здесь сможем пробить танками. Проехаться, разделить как раз его на два лагеря. Ну и дальше нам уже будет попроще атаковать. Давайте главное сдерживать на севере. Вот эту вот армию, которая может помешаться. Все, посмотрите на эту красоту. Мы с вами разрезали противника. Теперь остается его добить в этом мини-котле. Вот так вот за первые дни мы уже смогли здесь котел сделать, здесь котел. И приблизиться к победе. Хороший у нас тут прорывчик танками, смотрите-ка. Заезжаем без проблем. Делаем при том здесь котлы. Давай вот так вот закотлим. И по победным территориям, я так понимаю, нам Берлина, скорее всего, должно хватить сейчас до победы. Ну немец прямо зажат. Еще немножко. Все. Мы взяли Берлин. И это победа. 9-20. В июле 36-го. Не очень-то быстро, но все-таки победили. Теперь нам с вами надо восстанавливать наши земли. Много очень разрушенной инфраструктуры. Но зато нам открывают дальнейший путь, где мы можем выйти в демократию. И даже получить в будущем бонусы на восстановление. Кстати, интересно, что при смене партии на свободные выборы, на демократию, у нас тут большая поддержка коммунизма. Плюс 20% сразу же. Вот так вот. Видимо, у нас коммунисты с демократами, да еще и монархи будут в скором времени бодаться за главенство в Германии. Вот она победа. И мы можем выбрать поддержку какой-то из партий. Сохранить, кстати, фашистских генералов. Но я думаю, мы с вами выберем здесь поддержку демократов. Получим побольше политической власти. Ну а генералов нам и так с вами хватает. Кроме того, все советники, которые я брал, тоже остались. Погнали теперь становиться демократами. И я только сейчас заметил одну проблему мода. Здесь советники почему-то не дают опыт армии. Они просто дают бонусы как в стандарте. Единственное, где советник, это стандартный теоретик, который хоть небольшой прирост дает. Ну, спасибо хоть на этом. Да, видимо, доктрина нам в этой реальности особо-то не светит. Надеюсь, что у других иишек так же. А вот и привели свободные выборы. Мы теперь с вами демократы. 23% поддержки демократов. 34% почти 35% даже коммунистов. Фашисты опять подросли. Ну и нейтралитета немножко. Сейчас будет очень сложно нам добить с вами 25% демократов, которые нам здесь вот нужны для компромисса с монархистами. Связано это с тем, что у нас с вами коммунистов стало много. Добавок к этому у нас поддержка нейтралитета плюс 0,2 растет. Так что да, демократы временно пока не уделим. Так, а нам еще и монархистские восстания дают серьезно. То есть у нас с вами недовольны монархисты тем, что мы не к ним пошли, а демократов решили привезти. И есть шанс, видимо, что они как-то бунтовать начнут. Пока вроде спокойно, никаких событий, но мало ли что. Все может случиться. Будем наблюдать за данной ситуацией. А знаете, не так уж и долго пришлось дать поддержке. Уже 25% с небольшим процентом есть. Я даже один фокус еще не успел закончить. Я решил все-таки на гражданку уйти. И мы можем уже пойти в компромисс с монархистами. У нас как раз уберут модификатор, где у нас стабильность роняют и поддержку монархи. Договоримся с ними вместе править новой Германией. Компромисс с монархами мы достигли. Теперь у нас поддержка и демократов побольше стала, и при том она будет расти и дальше. Следом у нас с вами борьба с коммунистами. Ну, как бы демократы и коммунисты, что вместе уживали, сами понимаете. Редко такое бывает. Да и вдобавок к этому нам надо уменьшить до пяти или даже меньше поддержку коммунизма, чтобы двинуться вот по этому пути. Мечты Бисмарка, его идея воплотить. И следом можем даже потребовать аншлюз. Ну, как тут референдум у Австрии о мирном присоединении. Давайте сначала борьбу с коммунистами начнем. И серьезно, у нас тут монархический компромисс-ивент, где мы можем получить... Ага, разные бонусы у Вильгельма. Он может просто стабку дать и поддержку, и коммунизм минус 0,15. Может дать те же самые бонусы. И лидером демократической партии у нас станет новый лидер. Либо же мы можем его назначить лидером нашей страны. Ну-ка, а если он будет лидером нашей страны? А, нам Вильгельм третий, да, здесь нужен. Ну, даже, не знаю, стабка, конечно, классно. Поддержка. Но, с другой стороны, те бонусы, которые нам тут дают, давай вот сюда вот. И нового лидера у власти поставим. В итоге Вильгельм второго у нас как лицо нашей державы находится здесь. Уменьшает коммунизм и стабку восстанавливает. А то, а то недавно монархисты нашу стабильность в стране подпортили. Мечты Бисмарка мы с вами начали. У нас теперь поддержка демократии 58%. И посмотрите следом, у нас улучшение отношений с британцами. И вдобавок еще улучшение отношений с британцами, но при этом мы портим свои отношения с Францией. Я так понимаю, мы будем с британцами контачить, одновременно с этим понемножечку так ухудшая отношения с французами. По поводу дебафов, интересно, что у нас здесь убирают дебаф от Версаля. Хотя его сейчас у нас и нет. Но выбора нет, давайте пройдемся по этим фокусам, улучшим отношения, а потом попробуем сделать аншлюз Австрии. Если кого-то из вас интересует, почему я не прижимаю новое улучшение у генералов, а в моде есть небольшая проблема, стоит только выбрать новое улучшение, как он сразу же вылетает. Давайте-ка дожидаемся. Референдум в Австрии. То нам скажут, Австрия согласится. Она, конечно, в нейтралитете. Но все-таки у нас тоже 50% нейтралитета есть. Надеюсь, они скажут нам, да. Ну а мы сами можем, кстати, здесь ячейку исследований получить. Пятую. И еще шестую ячейку исследований урвать здесь. Интересно, у нас будет демократическая Германия с шестью ячейками. Многие страны о таком только могут мечтать. Эм, здрасте. Это исторический фокус, но советы у Польши смогли восточные земли отнять. Я немного не этого ждал, но это случилось. Советы развлекаются. Притом у нас тут еще и Франция будет противником, потому что у нее появился модификатор. То, что коммунисты наши туда бегут. Ну и скоро Франция станет коммунистической. Взял я тут фокус, где мы сами выступили против великой красной машины и навесили на основных соседей поддержку демократии и уменьшение коммунизма. Надеюсь, благодаря этому Венгрия и Румыния побыстрее станут демократами и мы сможем воплотить их интеграцию. Ну и также немного защитим Прибалтов, хотя вот не знаю, есть ли в этом смысл. Сможем ли мы повлиять на Советов, но попытаемся. Нам еще здесь два фокуса взять и сможем наконец-то организовать свой Великий Альянс. Правда, интересно, что у нас здесь убирают... А, у других стран убирают нейтральную политику. Отлично. То есть мы сможем пригласить ряд стран, которые вроде как с нейтральной политикой, но мы их такие, не-не-не, никакой нейтральной политики, давайте к нам. Делать единое, целое. И давайте вместе с вами посмотрим на формирование Берлинского пакта в июне 1939 года. Отлично. Мы воссоздали свой Великий Альянс. Кстати, Италия с Болгарией тоже объединилась в неимпериалистическую федерацию. Ну что ж, поверим, что в них хоть что-то выйдет. Ну а мы с вами давайте зазывать теперь наших соседей Венгрию, Чехословакию, Нидерланды, Бельгию, Люксембург, Польшу. Все эти страны должны стать нашими. Ну и советы, кстати, мобилизацию активно проводят. Противовес нашим действиям. Видимо, рано или поздно мы схлестнемся. Этого не избежать. Да, вот им, кстати, бонусы дают. Защиту сферы влияния. Здесь тоже бонусы неплохо. Они так-то сейчас наподнимают армию, укрепят ее. И нам потом будет тяжко. Первый этап готов. Мы с вами призвали страны в Альянс. Они все вступились. Отлично. Будем вместе теперь защищать этот мир. Следом давайте-ка все же на Чехословакию с Венгрией повлияем. Попытаемся их призвать к себе. Потом также на Румынию-Сюгославе и на финалочку оставим Польшу. Правда, я не знаю, изначально Польшу взять. Или же все-таки сначала Данцик в обмен на гарантии, а потом Польшу позвать. Думаю, все-таки второй вариант. Сначала возьмем Данцик за гарантии, а потом уже членом Альянса. Все же хочется получить Данцик, поздно. А то че это, как ни свои, ни родные. Даже земли объединить не можем. Ну-ка, они тоже согласились, да? Вступили к нам в Альянс. Я так понимаю, они не отказываются или же влияют на то, что у нас отношение более-менее хорошее. Но давайте третий этап. Пригласим сюда Румынию-Сюгославе. И после этого я смогу прожать вот этот вот фокус на интеграцию экономик. И у нас появятся два новых сателлита в лице Румынии и Венгрии. Ну-ка, что же нам ответит Польша? Отлично. Что, прости? А, то есть к дыню передавать не надо, да? О, да, спасибо. Видимо, мод не до конца перенесли на новую версию, видимо. Но, в общем, у нас теперь прекраснейшая граница. Где мы владеем вроде бы всеми территориями, но на деле не совсем всеми. Красота границ это не про нас. Начинается веселье. У нас тут на Югославию. Италия оправдывает войну. Но ничего, мы защитим Югославию. А вдобавок к этому к нам вступается Польша. И советы немного недовольны этим. И такие берут и идут на финнов. Окей, это ваш выбор. Жалко, я не могу, конечно, финнов к себе призвать. Но, по крайней мере, мы защитили Европу, стали таким щитом, чтобы не пустить коммунизм. Правда, он у нас сзади формируется. Но, ладно, это пока не важно. Давайте готовиться к великому делу. К борьбе с Италией. Которая явно тут к нам неровно дышит. Жалко, что будет ей сложно помогать. Не так уж и много границ. Но постараемся одолеть. И давайте все же с Версалем разберемся. Ибо следующим фокусом мы можем повлиять на Люксембург. И я хочу посмотреть, он реально войдет в наш состав или же нет. А, вот и все. Нам стоило закончить этот фокус с Версалем. И Австрия стала нашей. Отлично. Теперь у нас есть нормальные границы с Италией. Ну и мы немножко, конечно, свои границы подпортили. Теперь Чехословакию бы надо в наш состав включить. А, подожди, перед этим... Бамс, мы с вами стали новой, великой Германией. Границы которой, конечно, мое почтение. Особенно по границе Данцига. Ну ладно. Я теперь хочу интегрировать экономики Венгрии и Румынии, дабы с их мощью ринуться на Италию. Остается день. И у нас с вами интеграция произойдет. Отлично? Отлично. Они согласились. Все. Теперь это наши с вами вассалы. Мне единственный вопрос. Они будут расти вне зависимости? Или же нам уникальные системы вассалов? Нет, нам вроде как уникальные вассалы сделали. Все, отлично. Венгрия и Румыния теперь навсегда наши вассалы. Мы с вами мирно расширяем свои владения. Ну и раз там в скором времени с нами хочет возиться Италия, то мы дадим ей эту возможность, а сами повлияем на Люксембург. Пора бы этому городу войти в наш состав. И даже членство в моем альянсе и наличие как бы вассала никак не повлияло на то, что Бессарабию отобрали. Я бы не согласился на такой обмен, но у нас не спрашивали. Ладно. Самое приятное, что мы можем теперь спокойненько пойти в битву здесь. Давайте на агрессивном плане выполнения. Залетаем. Мы снова воюем. Но как воюем? Ааа, подожди. Фу, я думал на нас еще война. Не, это у нас получается из-за того, что Италия напала на Югославию, на которую была гарантия от Франции. Еще и Франция теперь с итальянцами, с советами. О, прикольно. Италия, короче, против всего мира решила пойти. Борьба у них тут, конечно, великая. Муссолини, как всегда, переиграл сам себя. Ну и давайте Люксембург. О, отлично. Он согласился. Люкс теперь наш. Просто посмотрите на это дело со стороны Муссолини. Вся Европа против него. Ну, кстати, интересно, что по границам с Францией они стоят спокойно, не идут в атаку. Лишь на нашем фронте хоть какое-то продвижение есть. А в остальных территориях они как-то спокойненько сидят. В итоге уже в августе 40-го года мы бои за Рим ведем. Также здесь закрываем остатки итальянских войск. Ну и в скором времени мы одержим победу. Единственная, кстати, интересная вещь, что Борька такой сидит. Не Италия, спасибо. Мне не до этого. Останется он в итоге один со своим альянсом. Поймал момент. 21-20. Еще немножко. Здесь победный город отобрали. Все. 18-20. 10 сентября 40-го года Италия капитулирует. 55% вклада. Да и потери не такие уж и большие с учетом агрессивного плана выполнения. Единственный у меня вопрос, что же мне теперь делать с Италией. Полностью забирать ее под себя или как-то иначе. Ну давайте попытаемся вассалом сделать, наверное. Может быть это как-то повлияет. В итоге мир. Я здесь отдал по доброте душевной Югославии парочку территорий. Отобрал под себя одну из территорий Австрии. Ну и также сделал еще вассалами Албанию, Ливию. Здесь успел парочку вассалов тоже заиметь. И понятное дело, что эти вассалы временные, они просто подконтрольная территория, которая достаточно быстро станет свободными. Подожди, что прям сразу же? Не, ну не прям сразу же. Подождите, ноль из нуля? А, пять тысяч. Все, нормально. Обновилось. То есть пока они побудут нашими вассалами, мы там настроим свою немецкую демократию, а потом они освободятся. Ну и по поводу европейской монархии. Италия и коммуна должна быть капитулирована. После декабря 41-го. Интересные условия. То есть нам надо с вами будет с Францией и Италией обязательно капитулировать. Я читал, что с этим проблема, но теперь я, видимо, понимаю, в чем именно проблемы. То, что Италия наша не учитывается. Подумаем как-нибудь и обыграем это. А сейчас давайте готовиться к битве с советами. Великий бой против коммунизма. Исследовал тут фокус на новые формирования. И в итоге, если мы будем контролировать все территории Франции, то мы сможем с вами поражать вассала, который будет подчиняться нам. И вдобавок, то же самое есть и с Россией. И если мы завладеем их основными территориями, то же сможем здесь поражать и вызвать ивент. Давайте попытаемся в ближайшее время это реализовать. 28 ноября 40-го года. И мы готовы вдарить по советам. Погнали. Сразу же призываем сюда Польшу. Ну, а остальные страны, я думаю, и так призовутся. Самое важное, чтобы сюда как можно быстрее ступила Франция. Ну, а мы с вами пока все это добро идет, можем позвать к себе американцев. Давайте попытаемся. Мало ли нам удастся дружбу с ними заиметь. А сейчас давайте наблюдаем за нашей атакой, которая на всей линии фронта, ну, за редким исключением, вполне себе успешно идет. Начинаем давить советов. Тяжелая битва, все же грозный противник, с учетом того, что у меня не так уж и много еще и войск. Но благо я могу призыв приподнять, и... Отлично. Хотел бы я сказать, вступилась Франция, но нет. Французы не хотят помогать. Уже к декабрю 40-го года мы под Ригой, здесь сделали котел, и неплохо так идем вперед. Единственный вопрос, я ведь могу же призвать, да? Ну, давай еще и Румынию призовем сюда, и Венгрию. А то че это мои вассалы да без дела сидят. Давай и Италию тоже сюда. Пускай все развлекаются, раз такая возможность есть. И посмотрите, Штаты вступили к нам в Альянс. Ну, нет, не хотите? Эх, жалко, не хотят. А хотя, почему не хотят? Вступились? В итоге вместе со Штатами против Советов. Правда, есть небольшая проблемка, то, что там Япония теперь быкует. Но, ладно, подсобим Штатам против японцев в будущем. Ой, самое важное, посмотрите сюда. Наконец-таки это случилось. И, кстати, в январе 41-го года мы уже забрали под себя Прибалтику, здесь дошли до Киева и сделали ряд неплохих котлов. 17 января 41-го года начинаем бои за Париж, и Париж обороняет советская дивизия, которая, к сожалению, свою миссию не успела выполнить, но с другой стороны она успела защитить Париж до того момента, когда сюда французы придут. Теперь нам отсюда еще и французов выбивать. Ну, ладно, мы с вами справимся и с такой задачей. Выкинем их со столицы. Все, Париж наш, Франция капитулирует, и вся Франция под Бельгией. Ну, красиво, но нет. Я хочу все это под себя. Благо, хоть Бельгия согласилась отдать нам эти земли. Единственное, что только Савой осталось. Вот вопрос, кстати, Савой она, может быть, уже не отдаст. А, так Савой еще как бы не их. Окей. Давайте-то сейчас добьем здесь остатки войск, которые прям страдают со всех сторон в котлах. И получается, мы сможем тогда решение... Да, уже сейчас можем прожать, давайте-ка. У нас тут с вами мир в Париже. Получаем вассальную державу, у которой, кстати, поддержка коммунизма все равно есть, то есть они даже это не продумали. И монархисты правы, мы можем забрать территорию. Ну, давай. Чего уж отказываться от Эльзаса, просто с лотарингей. Но так, вассал странный максимально, с учетом того, что коммунизм у него будет расти. Смысла я в нем особого не вижу. Но такие здесь скрипты. С этим ничего не поделаешь. Февраль 41-го года. Взяли Киев. Немного до Ленинграда осталось дойти. Все же такая армада в 500 дивизий против 200 с лишним советских. И меня больше интересует, а можем ли мы в будущем прожать? Нет, здесь опять капитуляция должна быть и Италии, и Франции. Ладно, видимо, придется с помощью небольшой магии посмотреть все-таки, что нам тут подразумевают. Ну, а так как у нас фокус открывается только в декабре, то давайте попытаемся до декабря 41-го победить советов. Интересно, выйдет это или же нет. 14 марта 41-го года. У нас тут с вами идут бои за Ленинград. Давайте небольшой котелок еще попытаемся здесь сделать. Отлично. Неплохой такой успех. Ну, а тут на основном фронте мы с вами даже до Севастополя еще не дошли. Все же не везде и все так хорошо, как хотелось бы. Знаете ли, одной пехотой давить не очень легко. О, Мексика к нам в Альянс зовется. Ну, давай. Почему бы Берлинскому пакту не разрастись еще и на Мексику? Мы тут заменяем местных союзников, выходят. Наша пехота все идет вот так и вот так. Если что, я не помогаю ручками. Мы здесь все автопланом, притом чисто пехотным. Вдобавок к этому я не могу прокачивать генералов. Так что, да, могли бы войска и получше атаковать. Читай каждому сейчас специалистов в пехоте. Возьми еще бонусы. Но как есть. Даже так они идут вперед. Хоть и с потерями у нас уже 800 тысяч потерь, но мы продвигаемся и, несмотря ни на что, идем вперед. 26 мая 41-го года у нас начинается битва за Москву. А это что у нас тут такое? А, две дивизии в котле. Давайте-ка закроем. А то что это они стоят, ждут. И все получается, да? Мы выиграем эту битву. С трудом, конечно, снабжения мало. Он новые дивизии успевает подводить. Кроме того, у него здесь врублена оборона. Но мы все же справимся. Я верю в то, что мы справимся. Давайте. Июнь. Уже 1 июня 41-го года. О, смотри-ка. Они смогли отбить Москву. Но мы в ответочку опять туда идем. Неплохо так, неплохо, знаешь ли. Не, все. На сей раз мы Москву удержим. Все-таки несколько дней нам пришлось туда и сюда Москву попередавать. Но теперь она наша. Наполовину Советы капитулировали. В итоге сейчас самая тяжелая фаза. Наступает очень широкий фронт. Плохое снабжение. Но нам надо дойти до Сталинграда. Севастополь сейчас возьмут. Скорее всего, Кавказ придется поджать. И на севере дар Мурманска с Архангельском. И только тогда Советы начнут капитулировать. Ибо сейчас еще 33% они будут удержаться. В ближайшее время победы нам не видать. Только этого в этом мире не хватало. Коммунистическая Британия. Да-да. Здрасте. Британцы решили стать коммунистами. Единственное, что мне интересует, так это то, что японцы на них пока не быкуют. 1 октября 41-го года. Немного, конечно, задерживаемся. Я думал, быстрее выйдет. Но как есть. Мы с вами продвигаемся к Сталинграду. На севере мы уже неплохо прорвались. Здесь, на юге тоже. В ноябре 41-го мы перерезаем снабжение. Отделяем Кавказ. Ну а на севере еще немножко до Мурманска и до Архангельска. А на Центральном фронте со временем дойдем до Урала. Конечно, к декабрю 41-го я до конца противостояния довести не успел. Но при всем при этом у Советов остается 12%. Так что почти. Почти. Армию все-таки мы его основную изничтожили. Добавок к этому я против японцев вступился. Решил поддержать. Ну и именно сейчас. Шесть ячеечек исследований. Немецкая наука. Лучшая в мире. Март 42-го года. У Советского Союза 22-20. Теперь 20-20. Нам остается лишь парочку победных территорий каких-нибудь забрать. Идеальным вариантом выглядит как раз Магнитогорск. Либо Златоуст. Давайте направим наши войска. Чтоб они одержали окончательную победу. И мы с вами забрали Советов. В марте 42-го года. Все. 18-го марта. Капитуляция. Советы теперь под нами. Давайте мириться. Я наконец-то помирился. Отдал Польше ее национальные территории. Кроме того, она Сомали успела забрать. Так что Польша теперь может в колонии. Ну а мы с вами покорили все основные территории. И можем поражать решение. Где воссоздать Советский Союз. Или же Советский Союз. А, просто единой страной, либо множество стран. Не, давай единой страной посмотрим, что из этого выйдет. Как я понимаю, они все те же самые земли сейчас получат. Но я надеюсь, что они останутся нашими вассалами. Все, мы с вами воссоздали новую зону под управлением Карла. Которая, между прочим, остается с древом Советского Союза. И может дальше прокачиваться и расти. Единственное, что здесь Прибалтика не под его контролем. И часть финских земель тоже осталась свободной. Ну и теперь мы как бы выполнили все условия для того, чтобы двинуться и посмотреть все-таки на фокус европейской монархии. Давайте вот все же прожмем и узнаем, что нам тут дают. У нас тут два пути, просто абсолютной монархия. Мы здесь получаем европейскую куню и здесь европейскую куню. Но здесь у нас как бы убирается монарх. Хорошо, давайте просто европейскую монархию посмотрим. Финальный мир в Европе, по которому мы получаем вассалами, кстати, все эти страны. Ага. Единственное, что мне интересует, почему нам не давали нормально это сделать. Вроде как мы и Италию капитулировали, и Францию. Ну ладно, давайте-ка финальный мир в Европе. Получается, теперь все эти страны наши официальные вассалы. Притом именно нормальные вассалы, которые рано или поздно не освободятся. А так все такие? А нет, не все такими стали. Именно только в Европе все стали такими странами, ну за исключением Албании. А остальные все поменяли свой уровень автономии на нужный нам. Все, то есть вся Европа под нами. Следующее решение. Это у нас с вами, видимо, объединение Европы. Мир в Европе. И мы получаем с вами корки. Ага. На все территории Бельгии, Франции, Италии и Дании. Ой, Дании, говорю. Территория Нидерландов. Теперь у нас с вами Европейская Уния организована. И у нас с вами все территории национальные. Посмотрите-ка на эту красоту. 12 миллионов солдат. Мы с вами получаем все национальные территории в Румынии, в Польше, в Чехословакии. Единственное, у нас ненациональным остается это венгерские земли, в том числе Транссельвания, которая как бы отходит Венгрии. Ну и Югославию мы тоже никак не присоединяем, и нашим вассалом она не становится. Правда, вот, стоило, видимо, все же под себя забирать что Истрию, что Изару. Нам на них дают корки. Ну и ладно. Мы в свое время с Югославией поделились, я не против. Понятное дело, что мы получаем и все колонии Франции. Они для нас национальными не становятся. Но в Европе все наше. У нас теперь огромнейшая промышленная база. И рекрутов столько, что хоть весь мир покоряй. А вы еще не забывайте, что у нас под вассалом и Россия со своими рекрутами, с огромной ресурсной базой. Так что да, демократическая Германия справилась и одержала победу. Конечно, немного странно, что здесь плоховато работают последние фокусы и очень странные решения требуют. Но, несмотря на все эти проблемы, мы с вами посмотрели финалочку. Надеюсь, будущий мод подправят, и вы тоже сможете сыграть и самостоятельно сделать демократический Европейский Союз, либо же монархический. Безусловно, это легко, не особо-то и сложно. Но чисто так, для разнообразия что-то новое и интересное, воссоздать такую мирную, демократическую Германию. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Если так, то поддержите его своими лайками и комментами. А также оставляйте свои предложения, за кого и в каких модах сыграть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!